Добрый день, меня зовут Богдан, я являюсь сотрудником технической поддержки компании E-Market. Сегодня мы с вами изучим платформу бинарных опционов, представленную в нашей компании, и научимся работать с ней. Для начала нам потребуется открыть торговый счет для работы в платформе. Для этого на главной странице нашего сайта необходимо перейти в раздел «Трейдинг», «Бинарные опционы», «Открыть торговый счет». И пройти быструю регистрацию. По окончании регистрации мы получим данные для входа в личный кабинет и ссылку на платформу, где мы можем начать работу предварительно по полной в торговый счет с помощью соответствующей кнопки. В платформе мы в первую очередь видим часы, отображающие время согласно терминалу MetaTrader 4, опции торговли в один клик, которую мы рассмотрим чуть позже, наш баланс и количество открытых опционов. Нам доступны три вида исполнения опционов – бинарные, касания и тоннельные. Также мы можем выбрать актив и срок исполнения сделки. Теперь давайте рассмотрим эти функции более подробно. Для совершения сделки в любом из типов опционов нам достаточно выбрать инструмент, с которым мы хотим работать. Срок его экспирации и направление сделки. Срок экспирации – это тот промежуток времени, через который сделка будет закрыта. Как вы увидите, существует также и время, в которое опцион доступен для покупки. Дело в том, что сроки экспирации некоторых опционов привязаны к закрытию свечи аналогичного таймфрейма в терминале MetaTrader 4. Это можно увидеть на примере 15-минутного опциона, 30-минутного опциона и некоторых других. К примеру, делая ставку со сроком экспирации в 15 минут, мы ожидаем того, что формирующаяся на данный момент 15-минутная свеча в терминале будет закрыта с нужным нам результатом. В момент закрытия этой свечи закрывается и наш опцион. Естественно, купить такой опцион можно только за определенное время до закрытия свечи. В случае с опционом сроком экспирации в 15 минут, сделать мы это можем не позднее, чем за время, указанное сейчас на экране. То же самое мы можем увидеть и на больших временных интервалах. Однако, опцион с экспирацией в 1 минуту будет закрыт ровно через 1 минуту после его открытия и не привязан к свече в MetaTrader 4. То же самое мы можем увидеть и на опционе со сроком экспирации в день или в 1 неделю. Точное время закрытия опциона и фиксирование его результатов указано в соответствующем окне. Рассмотрим пример. Мы хотим сделать ставку на то, что через минуту евро вырастет по отношению к доллару. Для этого мы открываем опцион со сроком экспирации в 1 минуту по данной валютной паре и делаем ставку выше, то есть на повышение. После чего указываем размер нашей ставки и подтверждаем ее, нажав на кнопку Start. Мы открыли опцион на повышение. Он будет закрыт в обозначенное время закрытия. За ходом данной сделки мы можем наблюдать в соответствующем окне. Мы рассмотрели процесс работы на опционах бинарного типа. Насколько вы можете видеть, в платформе также представлены и опционы других форматов, работа с которыми происходит похожим образом, но с другими формами исполнения самих опционов. Опционы типа касания вместо определения направления движения предлагают нам выбрать то, какого из ценовых уровней коснется график. Вы выбираете уровень выше или ниже от текущей цены и нажимаете кнопку Start. В данном случае опцион считается успешным, если цена достигла указанного уровня. Причем закрытие такого опциона в этом случае происходит в момент касания ценой указанного уровня и в случае успеха происходит до окончания срока экспирации опциона. Опционы тоннельного типа предлагают сделать ставку на то, в каком диапазоне окажется цена по окончанию срока экспирации внутри обозначенного тоннеля или же выйдет за его пределы и окажется снаружи. Границы этого тоннеля вы можете наблюдать на графике. Результаты данного опциона будут определены исключительно в момент его экспирации. Насколько вы помните, существует также возможность включения опции торговли в один клик. В случае ее подключения ваши сделки будут открываться сразу при выборе направления опциона с указанной в строке ставкой с ставкой, без ожидания подтверждения и нажатия на кнопки Start, которая при этом пропадает. Также вы всегда можете добавить часто используемые вами инструменты в раздел Избранные и получать быстрый доступ к ним, используя значок звездочки, находящийся справа от графика. Теперь вы знаете, как правильно вести торговлю в платформе бинарных опционов нашей компании. Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться в департамент технической поддержки нашей компании и получить квалифицированный ответ. Желаю вам успехов! Продолжение следует...